Максим, вы блеснули сейчас знаниями законов, можете по памяти многое воспроизвести. Вы смело можете защититься от любых юридических вопросов. Но как вы думаете, вот простой человек, который будет говорить, что он гражданин СССР, ему удастся оставить свои права? Значит, мнение у меня четко и ясно. А если он просто это заявит, это будет просто сотрясание воздуха. Чтобы это возымело успех действенный. То есть человек не только должен принести звук, как и колебать воздух, он это должен иметь на осознании. То есть когда мы, скажем, люди учимся, мы просто сначала воспринимаем информацию текстовую, какую-то там графическую. Потом мы ее понимаем, учимся понимать. Потом только она приходит на осознанный уровень. Вот эти стадии нужно пройти и вернуться себе. Мы даже, многие люди я понимаю, и я в том числе. Значит, мне на самом деле 48 лет. Но находясь в государстве, я даже не понимал те ценности, которые действительно это государство давало. И вот после того, как вот эти беспредельщики, называемые стражами правопорядка, совершенно беспредельчивые, и ФСБшники выламывают руки, надевают наручники, мне стало совершенно понятно, что те принципы, они, конечно же, скажу, не были на 100%, этого не может быть, устраивали всех. Да, есть было всегда и сейчас какая-то коррекция. Но то, что происходит сейчас, это беспредел. И простой человек, он, конечно же, не сможет просто заявить и сказать, да, я там, да-да, гражданин, туда-сюда. У него не хватит даже аргументов. Поэтому, если вы хотите это все понять, вспоминайте, кто вы, где вы находитесь. И то, что вы обрадаете правами, и имуществом. Вот, имуществом. Никто не лишал людей советских, которые, тем более, априори родились в то время, гражданство. Это связь непосредственная. С территорией, с народом, с воспитанием. Никто их не лишал. Соответственно, они все это имеют. Все это фикция, юридическая фикция, подмена понятий. И человеку просто нужно, конечно, изучить эти вопросы. Хорошо, спасибо, Вахим. Понимаете, я немного с вами не соглашусь в том вопросе, что я, допустим, простой человек. Вот так, как вы, законы, я их не знаю. Я сейчас, конечно, стараюсь все это читать и знать. Но дело в том, что, увидев полицая, даже не полицейского, а полицая, фашистского полицая, раньше, вы знаете, я просто, ко мне подходили, у меня начинали дрожать ноги. Клянусь вам. Сейчас, когда я немного стала заниматься политикой, стала выходить на одиночные пикеты, вы знаете, я стала гордиться своей смелостью, что я стала смелой. Я их не боюсь. Я могу сказать им это в лицо. Я даже не боюсь, если они меня, допустим, закроют где-то. Просто, понимаете, дело в том, что простой человек, он не может запомнить всех этих законов и использовать их во всем местной жизни. Но дело в том, что, понимаете, они же, эти полицаи, они очень хорошие психологи, некоторые из них. И среди полицаев, как есть нормальные люди, есть у которых вообще и с психикой, и с головой не все в порядке. Поэтому то, что вы сказали, что если даже мы имеем здесь собственность на территории Российской Федерации, в настоящее время эти законы, которые приняты Российской Федерации, они ни один не действуют. Я сейчас читаю Конституцию, я читаю Конституцию и сопоставляю, что действительно в жизни происходит, и что действительно, не сходив, проголосовав, конечно, я неправильно поступила, я прекрасно это понимаю, но я с той позиции не поступила, что вот я не пойду, значит, мой голос не будет никому отдан. Вот поэтому я прекрасно понимаю, что это моя грубая ошибка. И дети мне говорят, мам, вот ты сейчас ходишь, вот чего ты добьешься? Вот в 90-м году вы тоже Советский Союз прозевали. И еще у меня вот, да, потому что в то время я занималась только воспитанием детей и домоводством, так сказать. Это правильно. И самое страшное, вот что меня больше всего, как бы, не то, что удивляет, а вот в моей жизни, что сейчас в жизни происходит, это вот естественно, что я опять возвращаюсь к этим маскам. Нам, значит, говорят, была первая волна, сейчас у нас вторая волна. Вот я хочу задать вопрос нашему правительству. Объясните мне, пожалуйста, глупой, старой, больной пенсионерке, почему первая волна была, вторая волна. Что сделало для нас, для русского человека, для вообще, для всех жителей нашей страны, что сделало наше правительство? То есть построили обсерваторы. Хорошо. Все время говорят, что Советский Союз, кроме Галош, ничего не выпускал. Я горжусь, что я жила в Советском Союзе, при Советском Союзе. Я горжусь, что я была гражданкой Советского Союза, потому что забота о детях... А может, я очень вежливо вас поправлю? Поправлю. Вот так только вы говорите сейчас, поэтому вы не сможете никогда доказать свои права и свою правосубъектность. Вы сейчас сделали столько ошибок. Я прямо вот анализировал, Даша, я могу доклад уже сделать. Да, вот я просто на одном моменте... Вы сказали, была гражданкой Советского Союза. Я вам только что сказал, что как были, так и остались. Вот видите, вы не можете на осознание. Я не могу подтвердить, понимаете, я не могу подтвердить. Вот поэтому я и сказал, что вы не можете. А я вам объясню, почему. Вы находите в забытье. А кто не закончил суд в решении о том, что мы люди Советского Союза? А здесь суд не поборолся и суда не совершили. Ничего не было? Ничего не делается для того, чтобы улучшить состояние здоровья наших детей, наших пенсионеров. Как не делается? Собянин штрафует всех из такими сотнями миллионов уже. Как это не делают? Вы зря. Я вам другое хочу сказать. Я сегодня посмотрел в ютюбе Хабаровск. Как вам нравится? Политик, губернатор, правда, невыбранный, назначенный Путиным. Народ называет, как он называется? Горлопаны. Да он свинья! Он сам свинья! Вот как заботятся наши правительства и наши руководители государства к народу. Народ не власть, видимо, власть, видимо, Путин, потому что ему доверился народ. Простите меня, может, тебе и доверили в надежде, что ты что-то изменишь к лучшему. Но если ты обобрал и все, что обещал, не сделал, а сделал именно то, чего не обещал, увеличил сроки пенсионного возраста и поменял Конституцию, на что когда-то говорил, им надо поменять мозги, а не нам Конституцию. У меня вопрос возникает такой, если тому, кто предлагает поменять Конституцию, мозги надо поменять, так тебе, свинья, Владимир Владимирович, поменяв Конституцию, обещая не менять ее, да, так что с мозгами твоими сделать? Вышибить надо тебе мозги, вообще, безмозглой, свинья. Нет, подождите, я вам спокойно об этом говорю, может быть, вы имеете какое-то свое предложение. Давайте выберите слова вы, как вы можете назвать Владимира Владимировича после того, что он обещал и ничего не сделал, а то, что не обещал, обязательно сделаю. Как вы назовете? Давайте, давайте, я, 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 забейте, а я смогу вам, я думаю, пояснить, посмотрите, какая тема. Интересно будет. Значит, почему, я чуть-чуть издалека, да, у меня очень большое понимание этого вопроса, не подумайте, что я отклонился. Значит, издалека начнем, почему все это произошло, потому что советский человек, это человек, который доверял этому строю. Значит, да, то есть все считалось честно, он приходил к определенному там чиновнику, чиновник в его интересах работал, то есть мы все жили так, что мы считали, обмана быть не может, да. То есть мы жили в этой системе. Соответственно, на другой стороне океана разрабатывался проект по, значит, захвату этой территории, по сути, не военными методами, да. То есть изучалась психика этого советского человека, строя этого человека, строим, значит, государственные, каким образом можно его поменять. Соответственно, была подготовлена группа, да, там, по именам их не будем называть, там, группа, ну, скажем, достаточно тысячи человек подготовить, и они разом выступили. А что это была за группа, вот почему вы удивляетесь, да, как так? А потому что эта группа была бесчестных, негодяев, подонков. И самые негодяйские эпитеты только можно к этим негодяям, например, даже там, ржеволосым и подобным всяким, если это личности, назвать. Соответственно, я не знаю, подожди, не перебивайте, я могу как бы сбиться, вот. И тем самым эти люди, объединившись, создав некую внутреннюю такую организацию, они просто по договору взяли и стали управлять процессами. И почему так получается? Там, не надо кричать, там, Владимир Владимирович, там, еще, подождите, не в этом суть. У него функционал, у него функция, у него функция небольшая, не надо на него вот прямо говорить, что вот, это то же самое, что на меня сейчас сказать, почему негодяй не сделал. У него функция. Он главный работодатель всех наших органов власти. Подождите, сейчас я, секундочку. Так, извините, как работодатель, как гарант Конституции, он хотя бы мог бы заявить во все услышанное народу, чтобы его поддержали, мы его поддержим, дорогой мой. У нас по этой же самой Конституции, которая на самом деле не действует, и я это уже проверил, и вы можете проверить. Если вы зайдете в суд, в суд, и спросите, у вас у многих процессов, любой там будет, там, какой-нибудь в любом районном суде, спросите, а действует ли, например, статья, там, 35-й Конституции? Она будет вам наверняка ответить вопрос отклонен. Скажите, спросите, а действует ли вообще Конституция? Я проверял это. Вопрос отклонен. Тогда можно сказать судье, вы, если смелый человек, скажете, ну, тогда, значит, вы повинны, например, да, и вас можно умертвить, потому что тогда не действует там 20-я статья Конституции, право на жизнь, да, то есть не действует эта Конституция, и он там является, на самом деле, неким гарантом этой какой-то Конституции. Но у нас власть разделяется на три составляющие по этой Конституции, да, то есть законодательная, исполнительная и судебная. Ни одна не работает, все власти, карманные. Правильно, теперь так вы меня перебили, я-то возвращаюсь к этому вопросу, почему так произошло, потому что вот эти там рыжеволосые, там, еще какие-нибудь черноволосые, да. А что вы не называете? Да подождите, я политкорректор. Чубайс. Я как угодно, у вас может быть любое, я же говорю, послушайте, послушайте. Значит, это отдельная тема, как вести диалог, когда на тебя направлены камеры. Вы можете как угодно говорить, да? А на меня не направлены, что ли? Так подождите, я-то хочу долго говорить, а вы коротко. Вот в чем дело. И перебивайте. Я вам могу столько наговорить, что вам надоест просто. Где не коснись? Чего не коснись? Где не коснись? Я объяснил вам. Не власти, не дело, ничего не делая с ним. Я объяснил, потому что негодяи пришли туда. Смотрите, еще раз возвращаюсь, потому что в том государстве, в котором они пришли на его территорию, люди обладали определенными складами ума и сознательностью, и действовали в таких-то нормах права для себя определенных. Да, не укради там, да, все честно делали. Да, были, конечно, негодяи, не вопрос. А эти совершенно противоположны. Для них украсть, своровать, сфальсифицировать, это норма. За это их наврать. Три короба. За это их повышают выше, выше, выше. Почему? Это их норма. Они так живут. Неужели они живут так? Поэтому их надо просто гнать. Гнать просто вот. Вот и все. Нужно разрушать систему. Да, вопрос, что делать конкретно? Ну я же говорю гнать. Вот то же самое. Как гнать? Объясняю. На меня ФСБ надели наручники, шрам остался, да? Покажите. Ну он небольшой остался, вот остался. Хотя у меня вот этот палец, он у меня анимевший. Есть ролик, я видел. Так, да. У меня анимевший, потому что длительное время они держали в наручниках. Так вот за это. Мы в тазаки купили, чтобы их найти. Я же, смотрите, есть правовые методы. Я же объяснил вначале, есть методы неправовые, да? А есть правовые. Неправовыми, кстати, тоже можно. Я вот недавно в Советском суде был, я сказал, ребята, если вы здесь на кондициональный шеф не свалите, вот эти судебным приставом, да? Тогда как бы придут другие люди, да? Уже не я, например, приду. И вы здесь долго не засидитесь. А они знают про дешево? Они не знают. Они в детстве отморозили, понимаете, голову. У них менингит, например, хронический. Вот в чем дело. То есть правовыми методами можно делать что? Правовыми методами. Вот объясняю. Значит, вот надели наручники. Ничего, потерпите, да? Самое главное, все за протокол, чтобы был. Все было верно. А что, если я не хочу, чтобы на меня надевали наручники? Можно как-то до этого не доводить? Надо надеть на те, кто этим занимается. Что могут делать активисты? Нет, нет, нет. Смотрите, это крайняя мера. И я, кстати, пошел на нее сознательно, да? То есть я бы мог как бы там выполнять его требования совершенно незаконные, да? Если мы выполняем требования, значит, его оферту совершенно незаконные, значит, как бы мы соглашаемся и играем по его правилам, да? По его сценарию. Мы уже играем это очень давно. Либо мы берем свои правила, назначаем верные и начинаем играть по своим. Но на самом деле даже по закону, по этому, вот в чем дело. И потом оспариваем. Это работает, уверяю вас.